Я жил в селе Гюйсу, Гюйчамагалы. Там у нас были большие фруктовые сады, росли абрикосовые деревья. Поселившийся после депортации из Армении в 1988 году в селе Гунан-Ларту узкого района Фермаэл-Джафаров заложил и здесь большой сад. Посадил он и абрикосовые деревья. Фермаэл-Джафаров утешает себя, сравнивая Гунан-Лар с родным селом Гюйсу. Население села, которым насчитывалось 120 хозяйств, в 1988 году были вынуждены, бросив все нажитое, покинуть свои дома. Фермаэл смог взять с собой лишь карту села. Он признается, что когда смотрит на эту карту, словно возвращается в отчий дом. На этой карте вся территория нашего села. Это главная дорога, которая проходила по его центру. Магистральная дорога. А это пастбище, места выпасов. Это фруктовый сад. В садах нашего села росли разные фруктовые деревья с неповторимым ароматом и вкусом плодов, которые мы до сих пор ощущаем. А вот Фазля Усейнова взяла с собой ключи от дома в Гюйсу и хранит их уже 35 лет, в надежде, что, вернувшись однажды в родное село, откроет ими двери своего дома. Не знаю, живут ли сегодня там армяне. У меня нет информации. Когда уходили, двери заперли. Мечтаю вернуться и хотя бы один раз снова увидеть свой дом. В прошлом столетии жители села Гюйсу четыре раза подвергались депортации и всегда сталкивались с давлением дискриминации. В 1988 году они, как и проживавшие в Армении азербайджанцы, вынуждены были покинуть земли своих предков. Во время одной из депортаций хозяина дома привязали к дереву и избили, а затем спустили на него собаку, которые его разорвали. Мы потом об этом услышали. Это произошло в большом селе Щичкая. Вот такие зверства совершали армяне. Мурашки по коже. Мало-помалу и нас вынудили уйти с родной земли. Вот так армяне воплотили свой коварный план в жизнь. В Армении не осталось ни одного азербайджанца. Но они все, эти прошедшие 35 лет, живут с надеждой на возвращение на земли своих предков. Завоеванная в Отечественной войне победа превратила эту надежду в уверенность. И это правда не только маленького мальчика, но и всех уроженцев Западного Азербайджана. И это право будет обеспечено.